Борода у папы И Рекса всех любит Тут за компанией Слюни, да? Ты чего папу обслюнявил? Аккуратнее У тебя настроение хорошее? Нет Нет? Ты выспался? Нет Это я не выспалась А ты выспался Ути-пути 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 У нас сегодня Первая половина дня Слава Богу домашняя Я выжатая как лимон Жду следующей недели для того, чтобы отдохнуть Алишер уехал сейчас в город Ну давно уже уехал Потому что надо чинить Этот патрубок, который Алишер вчера привычивал Он там оторвался снова То есть мне повезло Я все успела Ездила по городу Все в порядке была А сегодня там опять рванула Вот Алишер ищет Где его купить Потом в мастерскую поедет Не знаю, надеюсь доедет Потому что там сорвалось почти полностью Вот И заехал он Шиномонтаж Проверили диск Слава Богу Диск в порядке Я его не погнула По двум причинам Во-вторых Во-первых Потому что я сразу заметила Ну практически сразу заметила Не разгонялась Что колесо Лопнуло И я И медленно ехала Потом очень на аварийках То есть вообще там 10-15 км в час Ну чтобы как раз таки Не погнуть диск Потому что у меня там Без вариантов было Вызывать этих каких-нибудь Дорожных Как это сказать Помощников Да ну кто приедет То там колесо поменяет Это вообще Миллион лет бы заняло в час Вот И во-вторых У нас легкославные диски И в шиномонтаже сказали Что если диски железные Вот как у нас запаска Которую поставили То они легко гнутся В таких случаях А легкославные Они более прочные Вот Так что Фух Тысяч Восемь На этом мы сэкономили И теперь ищем Резину Мне Алишер должен Параметры прислать Синяя машинка А на кухне она по-моему Зайка На кухне Иди посмотри на кухне Теперь ищем резину Алишер мне должен Прислать Параметры какие там Потому что мы точно не помним И мы возьмем какое-нибудь БУ колесо Потому что этой зимней резине Уже два года И мы наверное Ну как бы на два сезона Откатали Наверное еще следующий сезон Откатаем А потом уже новую будем брать Поэтому нету смысла Покупать новую резину Сейчас Вот так что Такие приключения Ничего Алишер на меня не ругается Он мне все время говорит Прекрати расстраиваться Но я до сих пор такая Грустность Давай книжки откроем Я хочу открыть книжки Которые нам Росман прислала Давайте посмотрим что Я вам уже показывала две посылочки Вот одна И вон вторая там лежит Сейчас вскроем И покажу что там Это что у тебя очередь из машинок Что они делают Паркуются так Но машинки когда паркуются Они рядом встают А у тебя пробка получилась Ты должен их рядом вставить Кстати интересно На этом коврике недочет Смотрите здесь нет парковки А у меня в детстве Я уже рассказывала Был аналогичный ковер Но он был не вот из такого материала Это был ковролин И там была парковка Не одна То есть вот такая вот Тоже территория расчершена Я помню я туда такие Свои машинки парковала Это было очень интересно Ничего себе ты их пуляешь У нас тут стирка Как вы видите И машинка сейчас еще стирает И у меня на плите Суп варится Первая книжка Вот такая красивая Книга нашего детства Мне так нравится дизайн Очень-очень нравится Артёш давай посмотрим Что внутри Ой тут игрушки Слушай у меня реально такая была Подожди Артёш дай фокус настроить Стой 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 У меня такая была Неваляшка И вот эта пружинка у меня тоже была И кубик-рубик такой был Ну-ка-ну-ка Ну-ка-ну-ка А-а-а Это у нас книжка Про то Какие игрушки были раньше Это Артёша На постарше Я заказала То есть в этой книжке Про Грубо говоря Наши с вами игрушки Игрушки Нашего поколения Да Собирать монеткой Еще карандашом, помните, их так через бумажку вчерикаешь, и на бумажке остается след. Что тут еще? Слушайте, какие ностальгии. Камни, да, собирали вкладыши, да. Я джевачек собирала вкладыши. Календарики тоже собирала, когда еще совсем маленькая была. Открытки до сих пор храню. Что еще здесь есть? И фантики были. Переводные картинки не помню. Солдатики не любила я их, в машинки играла. Ну, короче, книжка про игрушки. Прям супер-супер, очень классная. Здесь у нас борьба за книжку идет. Книжка «Мышонок Тим не хочет спать». То есть, это книги из серии, ну, таких психологических, сказка-терапия, в общем. Вот это для детей, которые с трудом засыпают вечером. То есть, ты читаешь им, рассказываешь, как герои себя ведут. И ребенок ассоциирует этих героев с собой. На самом деле, согласитесь, когда мы читаем книги, мы всегда ассоциируем себя с героями. Ну, которые на нас похожи, по крайней мере. И какие-то жизненные моменты у нас порой решаются, когда мы читаем художественную литературу. И видим, как поступил тот или иной человек, что он при этом чувствовал, понимаем. Вот с детьми это очень хорошо работает. Поэтому есть отдельное такое направление сказка-терапия. Вот как раз к слову о той книжке, которая про лисичек, да, про повторный брак родителей. Вот это та же тема. Значит, это про сон. Очень красочно. Это уже подходит для возраста 2-3 года. Здесь не бойся, соответственно, решение проблем, когда ребенок что-то боится делать. Следующая книжка про еду, да, малоешкам рекомендуется. И про детский садик. Вот эту я особенно ждала, потому что Артеша, я надеюсь, в сентябре пойдет в сад. Соответственно, его надо морально подготовить, что он там будет целый день без нас. И про капризы еще. То есть это целая серия книжек про мышонка Тима от Росман. Красочные книжки, яркие. Потом обязательно еще поделюсь впечатлением, когда прочитаем. И веселые истории в картинках. Ты хочешь посмотреть? Автобус, да, нарисован. Нравится тебе? Он очень любит, кстати, вот эти книжки. У нас это уже третья, и ему прямо нравятся веселые картинки. Хотя там, я бы сказала, что большая часть, так и хочется сказать, контента содержания не соответствует Артешному возрасту. То есть это для детей постарше. Но он все равно обожает это все рассматривать. И, кстати, последние два дня он нас тут все время достает этой книжкой про лисичек. Хотя я не особо хочу ему ее читать. Но я так по картинкам просто рассказываю, что происходит. Алишер мне вчера звонил, такой, что за книжка он просит? Я не понимаю. Я говорю, что лисичку, лисичку. Алишер еще не читал эту книжку. Я объяснила Алишеру, где она лежит. И ребенок был счастлив, что они потом с папой читали эту книгу. Вот такая вот у нас посылка от Росман. Щипаешь щечку? Да. Я тебя люблю. Щечку. Щечку? Щечки. Мне больно, зайка. Погладь лучше. Кого ты любишь? Я люблю маску. Ой, ты моя радость. Я тебя тоже люблю. А папочку любишь? Хрюкаю, хрюкаю. Ты хрюкаешь? Нет. У тебя насморк? Да. Да? Да нет у тебя уже насморка, ты уже выздоровел. Да? Я хрюкаю. Чихаешь? Да. Нет, ты уже не чихаешь. Ты уже совсем-совсем не чихаешь. Не чихаешь. Кушать будешь? Да. Что ты будешь кушать? Гречку. Гречку хочешь? Гречку хочешь? Пойдем на кухню? Да. Да? Скажи всем пока. Сам выключишь? Ну давай. Мы едем к моей маме. Уже вечер. Я целый день, ну как, сначала ждешь, снималась, потом уложила его спать и, наверное, около трех часов я посидела за монтажом. Он уже проснулся, я с ним еще сидела. И в итоге я смонтировала три, скажем так, сцены. Ну вот то, что я снимала. Там одно, например, лыжник, а там несколько отрезков с ним. Другой там бокс. Вот я смонтировала лыжника, бокс и про машину. И хотела начать монтировать массовку и баскетбол, который я вчера сняла, но уже не успела. Вот так что, я ничего не успеваю. Едем, сейчас привезем Мартёжу к моей маме. Что ты будешь делать у бабушки? Будешь что-то там делать? Будешь что-то там делать? А трактор тебе дедушка будет чинить? Ну не к этой бабушке, мы к бабушке лень и едем. Трактор мы потом тебе почим. Но там ты можешь поиграть с бабушкой. Да? Будешь играть в машинке. Мы взяли с собой машинки. Вот, а мы с Эльшером оставим Мартёжу и поедем снимать футболк. Эльшером за трагеровку поедем. Очередную любовницу смотреть. Мы приехали к маме, и Артёша ищет кошку. А где киса? Покажи. Там спряталась киса? Да. Да? Там Фросик? Точно. Фросик, здравствуй. Смотрите, Артёша нашёл мою собаку старую. Классная собака. Ах, собака. Мне в курсе нравится. Очень? Да. Да. Ух ты, постель застилай. Смотрите, это наш матрас теперь тут. Ну что, классно он тут салат. Да, до лета будет тут жить. Да, ездить. Ты уже чего, спать собираешься, что ли? Бегать. Нет, тут не надо. Пошли ты бегать. Тут тебе пружина в попу вопьётся. Потом. Да нет, он так-то ничего. Нет. Я-то так его не проверяла такими прыжками. У мамы тут хранится Артёшин беговел, который мы ему брали. Так вот, мы примерили. У Артёша ещё вот настолько. Ноги не достают до пол. Вот, вы представляете? Так что, похоже, придётся отложить как минимум до середины лета, а то и до следующего лета. Мы приехали на футбольное поле. Сейчас будем тут снимать. А я, прикиньте, пока мы ехали, смотрела прямой эфир, трансляцию. Там отвечали на наши вопросы. Но я не успела досмотреть, я сейчас выключила. Я потом в записи посмотрю вторую половину. В общем, отвечали на наши вопросы. И разбирали наши работы. И я прислала свою, ну, что у меня есть, там треть смонсирована. И моя третья была по счёту, которую разобрали. И на тот момент мне сказали, ну, это самое приличное из всего. И у меня не было ни одной жёсткой вправки. То есть их устроили все кадры, кроме одного. Ну, я его, наверное, уберу. И, в общем и целом, меня похвалили. И пока довольны, потому что я уже задолбалась. Я думаю, всё, меня, наверное, выгонит, я плохо снимаю. И тут мне сказали, что я молодец. Сейчас я постараюсь отлично снять футболистов. У меня прям второе дыхание. Вот, вообще, у мамы сиденья я почти не снимала, потому что я монтировала всё это время. Потому что я сегодня днём посчитала. Но когда мы выезжали к маме, ой, из дома, к маме, я посчитала, что мне надо снимать, монтировать. Я вообще просто тараторка. Что мне монтировать ещё примерно 12-13 часов. Вот так, чтобы успеть дать срок. И это очень много, потому что у меня нет времени столько сидеть. с компьютером. И вот, поэтому я сейчас у мамы где-то часа полтора посидела. И я смонитировала всю массовку. И, типа... Нет, не всю. Не всю. На одной локации массовку. Теперь надо её монтировать на другой локации, а потом уже про баскетбол. Я приехала домой. Всё отлично. Я уставшая. Меня вкусно накормили. Очень вкусно накормили. Теперь надо идти в душ, ложиться спать. Мальчик-зайчик чудесно уснул с бабушкой. Читали они книжки. В основном по расписанию. Вдрыхнет там. Вообще класс. Так что можно его смело оставлять. Теперь подрос мальчишка. Вот я уставшая, но на позитиве. Потому что меня похвалили. Будем честными. Вот сняла я сегодня нормально. И завтра надо очень постараться смонтировать как можно больше в первой половине дня, пока Алишер не приедет. Я надеюсь, что я успею. И вот мне мама ещё принесла художество. Это мой ребёнок меня нарисовал. Очень красивые каляки-маляки. Да, вот прямо подписано. У нас принято. Написано каляки-маляки. Такой шикарный день. Алишер поехал домой, потому что у нас там собака, которую надо выгулить. Но мы её, правда, днём выгулили, потому что сейчас к часу приедет, или в половине второго. Вот. И кормить их всех надо. И катая собака. Так что да. Всё. Увидимся завтра. Завтра, блин, хотела сказать, последний день моих съёмок, но это не последний, это предпоследний. Завтра предпоследний день моих съёмок. Так что всем пока-пока. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова